Дорогие друзья, сейчас давайте пройдем в нашу папочку тест, создадим каталог новый, назовем его images, то есть там будет картинка, и в этот каталог разместите любую картинку, неважно, мы ее на сайте использовать не будем, но вы сейчас ее разместите, я возьму логотипчик наш, перемещу его, так, отлично. Итак, у нас появилась папочка images с картинкой внутри, теперь мы переходим к нашему редактору, и сразу говорю, что у него здесь есть такая полезная функция, как сайт бар, поэтому мы сейчас переходим в главное меню, выбираем view, sidebar и show open files, щелкаем и у нас появляется вот такой сайт барчик, обратите внимание, что сайт бар можно убирать при помощи вот этого hide sidebar, либо комбинация горячих клавиш ktml plus k, ktml plus b, то есть нажимаем ktml k, потом ktml b, и сайт бар прячется, ktml k, ktml k, сайт бар открывается заново, то есть довольно удобная штука, вот этот сайт бар, то есть здесь тоже, кстати, можно переходить вот так, ну простая навигация по этим файликам идет, теперь что давайте сделаем, так, то есть, так, 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 давайте выберем файл, open folder, давайте выберем, и здесь выберем папочку test, и нажимаем выбор папки, и обратите внимание, у нас открылся новое окно редактора sublim, и здесь у нас появилась папочка test, видим, да, и в ней уже есть вот эти файлики, индекс html, если мы на его щелкнем, стиль css, если мы на его щелкнем, обратите внимание, что они сейчас переключаются друг на друге, видим, да, как сделать, чтобы было сразу две вкладочки, щелкаем индекс html, по нему два раза, щелк, и наш индекс html, он переносится в open files, затем щелкаем два раза по стиле css, тоже перемещается сюда, и теперь у нас, видим, есть такие две простые папки, отлично, дальше, я не просто так разместил картинку, если мы щелкнем по картинке, у нас появляется, видим, здесь, точнее, по папочке images, у нас раскрывается здесь картинка, давайте на ее нажмем, и видим, что прямо в редакторе мы можем просматривать эти самые картинки, это, согласитесь, очень и очень удобно, особенно, когда картинок много, вы не помните, какую выбрать, вы просто заходите в папочку images прямо в редакторе, и смотрите, какая картинка вам нужна, сразу говорю, что картинку можно переименовать прямо из панели редактора, то есть щелкаем, ренеем, и вводим новое название сюда ниже, видите, да, что ж, пока этого мы делать не будем, пускай оно так и сохраняется, отлично, еще как можно открыть папочку, очень просто, давайте мы это закроем, ее можно сразу же переместить в готовое, ну, то есть, чтобы в новом окне не открывалось, мы просто берем папочку и перемещаем ее в наш сайт-бар, и вот она здесь появляется, автоматически у нас создается файл проекта, но проекты мы пока не трогаем, такс, в принципе, на этом все, что я вам хотел рассказать про сайт-бар, в следующем уроке мы подберем темку для нашего сайта, точнее, для нашего редактора.